Ну то, радио, болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам, с 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас интересный гость, мы, конечно, его анонсировали. Это Роланд Сприверц, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки слышали это имя. Во-первых, потому что уже пару лет тому назад вышла такая неожиданная книга, я бы сказал, «Не бойся, не бойся, так можно на русский язык это перевести». И вот совсем недавно, вот почему наш гость сейчас и в студии, вышло издание на русском языке «Роман с кокаином». Его перевела замечательный переводчик, член Союза писателей Латвии России, я знаю, Эмилена Макарова, добрый день, вы тоже у нас сегодня в студии. Я думаю, это не случайно, потому что кто-то правильно заметил, что тот, кто переводит книгу, особенно как правильный, наверное, вариант перевода на родной язык, тот тоже становится в какой-то степени савтором, потому что невозможно перевести книгу, ну, как литературно-художественное произведение, это же не документ, вот как бы дословно такой синхронный перевод сделать, всё-таки нужно часть своей души туда тоже вложить, прочувствовать, что вообще хотел сказать автор и передать вот на родном языке. Вы абсолютно правы. Да, вот так что мы об этом тоже поговорим, но, может быть, сначала несколько слов вот о том, Роланд, как вы стали, можно сказать, писателем, потому что те, кто в курсе вашей жизни, хотя бы эпизодически, то, что действительно вы были даже осуждены за торговлю наркотиками, кто-то мог бы сказать, что вообще, есть же разные люди, разное восприятие действительности, наверное, большинство скажет, ой, об этой истории лучше было бы забыть, ну, то есть вычеркнуть из жизни, искать, вот я перечеркнул эту страницу истории, она, конечно, интересная, может быть, своим знакомым, друзьям, родственникам я об этом буду рассказывать, но широкие публики никогда, наверное, большинство так бы сказали, вы пошли совершенно вот противоположным путем, да, это почему? Это у вас просто такой характер. Посмотрите название на алтышском языке. Да, ничего не бойся, да. Ничего не бойся, да, иди прямо, куда шел, да, свою дорогу. Ну, значит ли это, что вы, не знаю, провели как раз работу над ошибками, или вы философ по жизни, вы считаете, то, что было, то было, ничего там, не знаю, бояться, стесняться, скрывать? В каком-то роде все люди, философы, да, того, сколько ты читал. Ну, я свою дорогу писать начал, я не писатель, я контрабандист, но после того, как... Были пока, я не мире, да. Были, был, да, и хотелось быть, были еще. Да, что так, да. Потому что очень, очень интересная работа, очень, она, как Достоевский сказал, это страсть, это по сути, как поэт, ну, как карточная игра, да. Ну, сначала я в первый раз, когда за контрабанду мне судили, я не думал писать, читал, я тогда читал очень много книг, философии читал, учился. Потому что после какого-то третьего раза, не знаю, четвертого раза, да, в Финляндии, когда меня арестовали за кокаин, да, контрабанду, получилось так, что полиция арестовала, было исследование, да, исследование насчет моих действий, да. Недостаточно было улик, чтобы мне арестовать и судить за это кокаиновое контрабанду, да. И полиция арестовала моего брата, который ничего не знал, но они думали, что знал он. Это родной брат, да? Да, родной брат, да. Поставили его в тюрьму, питали его, там, один глаз был выклал, череп был сломан, все было в дребезге, убили его, убили его, он не сказал ничего. Ну, как можно вообще было подумать, что брат, что предаст своего брата, да, это уже довольно глупо. То есть это совершенно реально? Это реально, сейчас идет суд против них, против, ну, не все осуждены, те, которые заказали, те живут еще спокойно и боясь, что будет, стараются убрать или меня, потому что это пожизненное заключение, как вы знаете, да, первый отдел, так мне сказал. Ну вот, и я собрался там храбрости, силу и думал, надо поставить на книгу вот это все, да, в финляндской тюрьме. Там очень хорошее удобство, там своя камера, никто не мешает, спортзал там все, компьютер, ну, все очень отлично, да, для развития человека, да. Ну вот, и я начал писать, рукой своей написал, за три недели эту книгу написал, потом вышел из тюрьмы, она пролежала немножко, потом переписал на... Чистовик, да, на компьютер, да, на компьютер, да, и издал эту книгу, да. Сначала, с самого начала она уже очень хорошо пошла, Юмова издала, спасибо Юмову, что она взяла, потому что вообще все боялись его публиковать, такую книгу, да, сначала боязнь такая была, потом, ну, мне там знакомые сказали у Висоцкого, у шефа Юмова, да, что давайте, давай, Юмова посмотрела, почитала, ну, возьмем, да. Вообще, сначала редактор, Срегас Лайкс, который был, да, Валдис Абболс, очень хороший человек, он редактировал эту книгу, он сказал, там, очень хороший рассказ для фильма, это надо в Голливуде сценарий писать, так он сказал. Ну, может быть, так и напишет кто-то? Уже есть, уже два фильма, один документальный, Семенов, Санкт-Петербург, да, известный наш коллега, да, 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 и другой, Этис, Андрей Этис, сделал художественный фильм, восемь серий, и сейчас будем делать зимой второй сезон обоим фильмом, мы едем в Южную Америку, там будем делать. Даже так? Да. Да, да. Ну, может быть, появится и какой-то действительно голливудский фильм? Ну, вот это хотелось бы, конечно, после того, как номинировали этот фильм по категории песни, да, Рикарда Залюпе, да, номинирование в Голливуде было, да, в этом месте, да, это вообще чудо, вообще такое чудо редко бывает, да. Сейчас все думают, я уже эти все сказал, следующий сезон, пожалуйста, сделайте, чтобы не номинировали в режиссора. Режиссора, это абсолютно справедливо, тем более, режиссер Самекис, я так понимаю, да, замечательный человек, режиссер. Вот, Милена, хотя вас подключить тоже к разговору, было у вас ощущение, когда вы переводили эту книгу, ну, чисто человеческое, что, может быть, этот абзац выбросил вот, не знаю, моей аудитории, это не нужно знать, или нет такого ощущения, вы считаете, что вот пускай прочтут? Вы знаете, несколько, естественно, фрагментов мне пришлось выбросить, потому что, на мой взгляд, на русском языке, который более такой брутальный, жесткий, это звучало, говоря по-английски, too much, да, но в целом мне захотелось сохранить вот эту предельную естественность, искренность и, если можно так выразиться, силу этой книги, потому что роман с кокаином, ну, в данном, может быть, о названии мы еще поговорим, в русском варианте, для меня эта вещь больше, чем биография, больше, чем нон-фикшн, да, столь популярный сейчас и модный, для меня, когда этот манускрипт попал мне в руки, ну, это моя шестая книга переводов, я подумала, окей, хорошо, ну, я посмотрю, что это, буду ли я заниматься этой работой, потому как для меня, с одной стороны, я уже где-то упоминала, это могло быть нечто вроде книги сенсации, провокации, нечто вроде, знаете, как говорили во времена «Сребряного века», «Пурепотели буржуа», «Потировать обывателя», «Сребряный век», так тесно связанный с кокаином, вот, но все более погружаясь в материал, я поняла, что эта книга о большем, что это какой-то предельно искренний и жесткий, местами шокирующий рассказ, который, ну, я просто посчитала долгом перенести на язык многомиллионной читательской аудитории. Все, что связано с Роландом Привортом, это для меня, ну, то есть, в общем-то, мы входим в область чудесного, в область уникального, он достаточно уникальный человек, да, его история уникальна, надеюсь, что это интервью о нем будет не последним, потому что в одном рассказе, в нескольких словах объяснить, что я погружаюсь в материал, и это совершенно, ну, как бы, необычный для нас мир. Вот интересно, Роланд, что когда приходят, не знаю, там, в студию, там, какие-то маститые писатели, неважно, в нашу студию или в другую, обычно задают стандартные вопросы, и, значит, и часто спрашивают, особенно речь, если речь идет о какой-то документальной книге, что вы хотели этим сказать читателю, да, не знаю, может быть, вы хотели им подать, не знаю, пример дурной какой-то, или вы просто рассказали историю своей жизни и без такой мысли, что вот сейчас все должны, не дай бог, ринуться в контрабандисты и так далее. Я вас понял, да, да, хорошо, она уже, извините, Макарова уже объяснила достаточно хорошо про мою книгу, она уже влезла туда и поняла, что я хочу показать, да. Ну, я со своей стороны хотел показать какое-то отомщение в этой позиции немножко, потому что с книгой могу добыться намного больше, чем с пистолетом, да. Да. Да, это дно, да. Но у меня нет такого очень ненависти над чем-то, там, я быстро проходит это, да. Но обществу я хотел показать то, что тюрьма – это не такое плохое место, где воспитывать себя, наоборот, тюрьма – это самое хорошее, что может быть. Я согласен даже с Солженицыным, например, он примерно отсидел столько же, сколько я, примерно, да. А вы отсидели в общественности 17 лет? 18 лет, ну, Солженицы, по-моему, столько же почти, да. Ну, почти, да. Да, почти 15 там было, да. Да. И мне очень понравилась ему одна цитата, когда он сказал, люди, как с вами связаться, лишь только через сны. И там я понял, почему он так сказал, да. Мне тоже очень трудно после этих 15-17 лет понять друг друга, потому что я уже выбрался из коробки нашей морали, да, и строю свою мораль, что хорошо, что плохо, да. Ну, вот обществу и это я хотел показать, что надо выкарабаться, то есть отморозить свою голову как-нибудь, да, иначе думать немножко шире, налево-направо, не только утром работа, вечером дома и так далее, да. Вот Роланд цитирует Жан-Жака Руссо, Ницше, Достоевского, насколько глубокого человека, который оказался в некой такой, будем выражаться, искусственной изоляции, в некой такой ультраординарной ситуации, неважно, чем это вызвано там, ты оказался замурован в какой-то иглу там на Северном полюсе, ты оказался там в какой-то камере безумной, жуткой в Эквадоре и так далее, да. Вот этот опыт, экстраординарный психологический опыт показался мне одним из наиболее интересных моментов в этой книге, потому что он перенан настолько плотно, да. То есть, с одной стороны, есть… Было бы очень хорошо, если какой-то режиссер какого-то фильма именно сделал вот то, что она сейчас говорит, этот фильм. Тогда вот этот фильм можно поставить на номинации, фильм, ну, ценность какая-то иметь. Сейчас он как боевик больше, да, понимаете, чтобы смотрели. А вот что касается Эквадора и тюрьмы там, ведь на самом деле ведь это, кроме всего прочего, такая школа выживания, как вообще там можно выжить, да? Да, самая лучшая тюрьма – это была советская тюрьма, и там научили всё, не врать, отвечать за слова, поблагодарить, научиться и всё остальное, то, что нигде не учат. Так, а в Эквадоре что? В Эквадоре плохая тюрьма была, там просто трат времени, просто можешь смотреть, как друг друга убивают, там, режут и так далее, бьют. И вам всё-таки удовольствовало жить. Почти, да. В книге очень много шокирующих подругов. То есть почти убили. Даже так. Да-да-да, я там написал коротко, но сейчас было, в этом году было, сейчас есть кадры, у меня телефон есть, где отрезанный голый валяется, играет с головами в футбол, режет руку, отнимает. 120 человек в один день было мёртвых. В Эквадорской тюрьме, там страшная тюрьма. Ну, вот здесь тоже такой вопрос, ведь мы знаем, что для истории 17 лет, ну, это как бы один такой короткий миг для истории, но для человека это 17 лет, это очень много, да. Я понимаю, что с перерывами, но это очень много. Но она даёт очень много тоже. Если ты… То есть вы не считаете, что это полностью вычеркнуто из года жизни. Если вы используете время для себя, а там место для использования гораздо лучше. Ну, не в Эквадоре, конечно, да. Ну, не в Эквадоре, да. Ну, там тоже кое-чему можно научиться, конечно. Хотя бы и научился апельсинов кушать, правильно. А, даже так, да? Вот всё-таки не хочется опять вдаваться в такую, может быть, скользкую, тяжёлую тему. Но ведь когда вы стали контрабандистом, скажем так, ну, вы же как человек нормальный совершенно, отдавали себе отчёт, что мало того, что это, может быть, адреналин, такой вот риск всё время. Ну, это ещё и в какой-то степени, ну, не очень, я не знаю, подбирая слова, не очень, может быть, такая моральная история, потому что то, что вы перевозите, скажем так, да… Я сам не перевожу, я… Я понимаю, да, но, тем не менее, это убивает людей, да, так сказать. Можно сказать, что это добровольно, кто-то сам решает, что он будет, не знаю, там, что-то, простите, нюхать или колоться, но, тем не менее, это убивает людей. Ну, знаешь, выбор каждым за собой. Да. Я недавно, то есть, давно уже прочитал Стюарта Милса книгу, да, «Свобода», у него есть книга такая, да, и там он очень чётко, как законодатель, он тоже, как философ, да, пишет, что это… делать законы против того, чтобы… то есть, человек, если что-то хочет покупать, нельзя ему запретить это купить, да, и то есть, тот, кто хочет купить, нельзя запретить кому-то продавать то, что кто-то хочет купить. Это нарушение прав человека. И если закон поставлен против этого, значит, не надо их соблюдать, надо бороться против. И я борюсь против этого, да. Каждый выбирает сам свою жизнь. У меня стоял раньше 2 килограмм каждый дома кокеин, я же не нюхаю его, не убиваю себе. Понятно. Да, ну, конечно, здесь можно ещё другую там противопоставить этому и сказать, что, знаете, ну, всё-таки человек такое существо, нравится нам или нет, что если вообще не делать какие-то определённые рамки, да, то народ начнёт действительно решать проблемы с помощью, да убивая друг друга, да, так сказать, скажут, ну, я же хочу купить автомат. Я не очень умею стрелять, но… Поэтому, я думаю, надо самую большую силу поставить на обучение, на воспитание человека, и всё. И тогда сам человеку будет… То есть, это свои внутренние ограничители, скажем так. Да, ограничить себе сам, да. Вот что касается вот этой книги, вы когда её писали, у вас была какая-то вот такая самоцензура? Хотя я понимаю, что книга называется «Ничего не бойся», ну, в латышском варианте, «Не бой здесь, но нока», но всё-таки вы не считаете, что, ой, вот это я всё-таки пока ещё не буду рассказывать, да? Были немножко такие вещи, я ещё кое-чего написал, и редактор даже выбросил некоторые вещи, потом было толще сначала, потом треть выбросили, там были такие вещи, которые я очень так настойчиво хотел доказать людям, что это хорошо и плохо. Ну, не всё стоит. Не всё, да. Да, потом немножко, да. Вот, Милета, всё-таки вот эта книга будет понятна о русской аудитории? Я понимаю, что она написана о русском языке в переводе вашем, да? Вот она будет понятна о русской аудитории, я не имею в виду вот слова понятные, а вообще общий посыл, он будет понятен, потому что при всём, при том, что если мы даже берём в Латвии, мы живём уже, так сказать, десятилетиями, столетиями вместе, я имею в виду латыши и не латыши, тем не менее, ну, есть разница восприятий, мы не будем это отрицать в менталитете. Вы знаете, ну, мне кажется, эта книга написана на таком универсальном, в кавычках, языке. Сказать, что это книга целиком человека, принадлежащего к латышской ментальности, Руланд, он, мне кажется, уже целиком космополит, он абсолютно космополит, не только... Да, потому что мне же отец русский, там дедушка еврей и так далее, и всё смешно, и я сам всё время катаюсь, начиная с советских ревовов за границей. То есть вы не любите сидеть на одном месте? Нет, на одном месте не сижу, да. Да, то есть человек не только полиглот и космополит, но вот это ощущение от книги, что это не ограничено каким-то таким национальным контекстом или национальной ментальностью. Вообще документально ведь повествование о своей жизни, да? Совершенно верно, как любой, в общем-то, нанфикшен и так далее. То есть почему это как бы, ну, понятно, ну, язык он простой, понятный, космополитичный. Я задалась вопросом спустя два года, когда стала редактировать уже окончательный вариант, когда книга уже как бы вот должна была появиться. Почему? За два года латышский вариант стал практически бестселлером на латышском языке, возглавил топы продаж. Ну, это интересный момент. Ну, я тоже об этом задумалась, уже понимаю, появится, интересует судьба русского варианта. А как будет с ним? Ну, будем надеяться, что его судьба будет такая счастливая. Я думаю, труднее будет, потому что в России меня никто не знает. А здесь у меня уже был, как сказать, фундамент за предыдущие громкие скандальные дела с кокаином, когда у меня модельное агентство было, да, в 90-е годы. Зато мы попали, у нас за два килограмма кокаин, самая большая контрабанда, которая в Латвии была, и нас как-то там... Но я пришла к такому шокирующему выводу, не знаю, насколько этот прогноз верен или нет, и насколько мои заключения о успехе этого бестселлера буквально, как бы я не преувеличиваю, скажу, что да, не байдес, не нока, и так далее, это уже бестселлер на латышском. Лучше сказать лонгселлер. Ну, лонгселлер. Да, можно так сказать. Лонгселлер. Да, то есть, бестселлер один-два месяца, и всё. Это действительно лонгселлер, да. Вражаясь литературным языком, я пришла к неожиданному выводу, что это не за счёт модной темы «Серебряной пыли», как я сказала уже на презентации, это книга не хроники криминального мира, ну, естественно, там отражаются какие-то вещи. И отнюдь уж не реклама, да, так сказать, наркокурьера. Отнюдь не ода. Потому что я там конкретно говорю, надо воспитать людей, а не продавать. Это не ода «Серебряной пыли», это не пропаганда некого такого экзотического и элитарного образа жизни. Книга полна каких-то шокирующих, безусловно, деталей, подробностей, это понятно. Но я думаю, привлекла она людей не этим. Мне кажется, что общество сейчас, ну вот, это очень такой шокирующий вывод. Знаете, в поисках такого, пусть альтернативного, но героя нашего времени, я понимаю, что я высказываю сейчас такую вещь достаточно, но так как его не существует ни в литературе… В каком-то, в каком-то смысле, да? Мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо, а просто константливый факт, да? Безусловно, это без какого-либо фиксирования плюс-минус, да, мы не оцениваем эти полюса. Но это, безусловно, исповедь в некотором смысле, ну вот, человек, который какая-то совершенно другая. Для нас это темная сторона Луны, то есть мир, который для большинства читателей скрыт. Ну, мир там, криминала, мир и так далее, да? Вот. Но так как героя нашего времени, в наше время не существует его просто, то люди ищут его в наиболее экстравагантных и наиболее… и неожиданно искренних проявлениях. И вот для меня, как бы почему там, Ролан сказал на выставке «Первая книжная на Кипселе» был такой большой ажиотаж, там, фотограф в сессии, автограф в сессии, а потому что, ну да, это как бы личность, это вот личности очень мало. Да. Вот интересно, что ещё, наверное, я думаю, один момент, который можно обсудить, может быть, он в книге, естественно, не главный, но всё-таки события разворачиваются, значительная часть событий в Южной Америке, да? Это что-то, несмотря на то, что сейчас мы можем летать, и границы открыты. Тем не менее, для большинства, по крайней мере, жителей Латвии это что-то совершенно загадочное, да? То есть, мы знаем эти названия этих стран, но кто из нас, из большинства жителей Латвии побывал в таких странах, там, не знаю, как Эквадор, Боливия, ну, я думаю, Бразилия в том числе. Бразилия побольше, да. Бразилия побольше. Но вот всё-таки в чём-то есть очарование для европейца вот жизнь там? Ну… Или это совершенно такой экстрим? Нет, я думаю, не экстрим. Экстрим в тюрьме, да. Да, это по месту, да, да. Который, как говорят, да. Ну, так, она, страна Южной Америки, это всем сразу одно, это производитель кокса, да, основной. Да, это такая ассоциация. Ассоциация, да. На самом деле, это не так, конечно. Колумбия, вот Перу и Боливия, это все три страны, которые там с ассоциацией, ну, Бразилия нет, в Бразилии ассоциация больше с пляжем. Да. Но на самом деле это не совсем так, да, ведь у них есть своё какое-то производство, свой экспорт. Да, конечно, конечно, есть, да. Но в Боливии второй экспортный продукт после газа – это кокаин. Хотя они об этом, естественно, публично не говорят, да? Да, публично не говорят, но это так. Так, если чисто цинично, больше ни на чём зарабатывать, да, вот такая ситуация? Да, там ситуация очень такая плохая, да, с деньгами, да. Бедность, нищета, всё это есть по-прежнему, да? Да. Но Бразилия же, вот, говорят, что лучше ситуация. В Бразилии гораздо лучше, да. Но тоже только в крупных городах, видимо, да? Ну, да, в джунглях там то же самое, что в Боливии. То есть мрак, да? Да. То есть где-нибудь там ещё в Сан-Паулу, Бразилия, ещё куда-нибудь, да? Да, в Рио-де-Жанейро, там, в Бразилии, да. Да, да. Вот Рио-де-Жанейро – это прямо, так сказать, классика. Я буду через месяц там. Ну, вы это не первый раз. Сейчас еду в Бразилию, а потом прямо дальше на Боливии, а потом обратно на пляж. В Рио-де-Жанейро, да. Я Копа-Гавана люблю очень, мне нравится. То есть вы не первый раз в Рио-де-Жанейро? Я там раз 10, наверное, был. Да, вот если мы… А там у вас, не знаю, какой-то бизнес остался, что-то? Вы как-то связаны с этим? С Боливией? Да, с Боливией. Ну, я говорю, там колбасный завод ещё стоит, но я его буду продавать, наверное, сейчас. Получается, что вы этот бизнес начали с нуля, да? Да, года три назад, четыре года назад начал, там инвестировал в это, и другие помогали, там люди производили, производили, и пришёл этот ковид, да, ковид, бедность стала, закрыто всё, всё полностью там закрыли, да. То есть там ещё хуже, чем… Да, там стало вообще так… То есть пандемия окончательно добила, да? Добила, да, да. Ресторанный бизнес полностью остановился. Вот мне кажется, что после того, что вы пережили, наверное, пандемия вас не испугала, да? Да, вообще пандемия – это насморк. По сравнению с тем, что вы пережили, да, всё познаёт в сравнении. Я такой вопрос задам, наверное, вам его задавали журналисты, может быть, не один раз. А что вообще говорят ваши родные, вот, и когда книгу прочли, потому что вполне возможно, что вы, чтобы их как бы не… Да я не знаю даже, мама ещё была живая, она сейчас умерла уже, да. Но когда я написал книгу, она уже ничего мне говорила, она уже… она очень любила своих детей, но, впрочем, сначала что-то говорила раньше когда-то, да. А другие родственники? Папа тоже умер, остальные, остальные так… Сейчас радуются. Даже так, да? Да, сейчас радуются. О, сейчас ты знаменитые книги пишешь там, да, 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 да. Ну, вот, наверное, нехороший вопрос, но не могу его не задать. Если бы, допустим, вот, как часто говорят, вот, людям, героям нашего времени, да, их спрашивают такой жёсткий, наверное, вопрос, если бы можно было эту плёнку повернуть назад, и вот там, не знаю, представьте, что вы вернулись в какое-то прошлое, машина времени. Да, в 90-е годы, например. Да, в 90-е годы, или, может быть, вы закончили школу, закончили другое учебное заведение. Вы бы повторили этот путь или никогда? Никогда не происходит то, что произошло уже, знаете, в одну речку попасть… Дважды нельзя, да, да, да. Но, если так, как вы спрашиваете, да, я, наверное, бы стал этим заниматься гораздо раньше, потому что раньше было намного легче. Во время Эскобара можно было чемодан, 20 килограмм положить и просто в багаж и отправить, без проблем. Сейчас, после 9-11, всё стало труднее, невозможно практически. Но я, в отличие от Эскобары бы, эти деньги бы использовал для образования людей полностью все, а не для того, чтобы покупать оружие и друг друга убивать. Как бы в основном это и происходит, да? Это было самое лучшее применение вот этому бизнесу. Будет ли продолжение, наверное, тоже у вас спрашивают, да? Ведь на самом деле, наверняка, вы сказали не всё, а только какую-то десятую часть. Да, 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 я не знаю, я не могу обещать. Если мне в тюрьму посадят, там будет время, напишу ещё, да, ещё одну книгу обязательно. Ну, за что же вас сажать в тюрьму? Вы же теперь занимаетесь производством колобасой. Оперативное исследование идёт беспрерывно, они не отстают ни на шагу. Сейчас поставлю вообще в меня. Да, даже так. Даже так, да. Так что мы имеем уникальное интервью в данный момент. Да, да, да. Как ОДМ, как говорят. Да, это правда. Всё нельзя говорить, как говорится. Это правда, да. Ну вот, что касается русского перевода, всё-таки переводчик, как мы уже сказали, это в какой-то степени соавтор. Было то, что, не знаю, вас выбило из колеи, может быть, шокировало. Или вы понимали, что да, это документальный рассказ об очень неординарной личности, и нужно это воспринимать спокойно. Просто делать свою работу, переводить. Или вы сами делали паузу, говорили, нет, вот этот абзац я должна собраться силами. Нет, прежде всего, я очень хорошо обдумывала, браться ли вообще за работу, когда прочитала манускрипт. И когда я уже приняла решение, я человек такого плана, что если я уже принял какое-то решение, приняла какое-то решение, то я уже как бы, как говорится, я тоже не боя деснинука, я мало чего боюсь в этой жизни, в том числе и каких-то творческих челленджей, творческих вызовов, то, что мне может не понравиться в книге, но мне захочется это оставить. Или я скажу, нет, ребята, по-русски это не будет звучать так, это будет звучать too much, это будет провокация. Несколько моментов я решила действительно, так сказать, ампутировать из текста, но это только несколько, потому что в основном текст абсолютно аутентичный, уникальный, никаких вопросов он у меня не вызвал. Отчасти потому, что в художественной литературе у меня был очень хороший пример, несмотря на то, что билетристика, но многие читали Артура Пэрес-Риверт и Королева Юга, где Кокаиновой империи написано тоже очень откровенно и красиво, да, но это очень такая художественная литература. Тем не менее, вспоминая эту книгу, я подумала, а как бы это выглядело в документальном варианте. И вот, скажем, вот эта некогда давным-давно прочитанная Королева Юга для меня была вот этим вот некой отправной точкой, что нет запретных тем в литературе, нет запретных тем ни в документалистике, ни в нон-фикшн, всё должно быть, любая тёмная страна Луны, мы должны сделать по ней один шаг, мы должны сделать по ней второй шаг, и это будет действительно не как бы бальзам на душу там литератора, переводчика, какого-то узкого круга друзей, коллег, это, я считаю, в каком-то смысле, ну, подарком для читательской аудитории. Понимаете, я не ставлю оценки, да, я очень хладнокровно отношусь к тому, к той работе, которую сделала. Вот, нет, никаких ограничений, никаких табу я не чувствовала абсолютно. Да, вот интересно тоже, что касается, вот вы сказали, вот тюрьмы, когда вы вышли, вот многие, те, кто долго находился в заключении, они говорят, что им очень тяжело в этом мире свободном, если так можно сказать условно, поскольку они долго отсутствовали, у них не было такой вот связи, они выходят, вроде бы такое впечатление, как будто они, знаете, как вот есть рассказы, кто-то заснул там литургическим сном, проснулся через несколько лет и вообще всё изменилось. То есть, было у вас такое ощущение, да? Не было. Я сразу, сразу, как вышел, через неделю уже находился в Южной Америке, сразу действовал, сразу работал, занимался своим бизнесом. То есть, вы готовились к выходу, скажем так, к свободу, да? Да, я там готовился, учился, и я даже, когда был в Латвии тюрьме здесь, школу создал английского языка и преподавал заключённых. То есть, у вас с языками, всё-таки у вас есть талант на языки, да? У меня было всё время, чем заниматься. Я никогда не сидел, просто рук и сложался, как остальные не ждали последний день, чтобы быть, видите, да. Вот интересно. У меня даже тюрьме времени не хватило для того, чтобы всё сделать. А говорят, что вы в Испании, ну, в Эквадоре чуть ли не преподавали английский язык, да? Нет, я здесь в Латвии преподавал. Я сделал класс, там 20-30 человек было в тюрьме, да, каждый день, не каждый день, а каждый второй там день. А у вас просто талант, или вы специально изучали языки? Я начал в университете, да, в советское время, да, иностранных языков, да, но ничего не получился, там, старался, старался, чуть-чуть первый год, да, и на ноль курс, там, уже ходил, да, и бросил, уже научился, научился и начал спекулировать с валютой, занимался валютой. То есть, вы всё-таки всё время, у вас есть такой адреналин, да? Вот этот язык, в советское время, да, в 83-м, 84-м году, там, с английским языком, тебе очень много возможностей было. Потому что никто его не знал. Никто не знал, никто не знал, а я знал английский язык уже тогда, в советское время, и я… Хотя это было крайне сложно, поскольку такое ощущение, что тогда стимулировало, что ты всё-таки иностранными языками не владел, да? Тогда только английский знал, ну, русский, английский, латышки, да, и сразу начал заниматься валютой, да, и всё время жил в круге иностранных людей, да. Я жил как будто в Советском Союзе, но в то время же я жил как будто на каком-то острове, где нет ни этих законов советских, ничего. То есть, вы тогда уже… Тогда уже, да. Приктовали с законом, да. За это можно было последние 15 лет за валюту. Да, да, да. Были ситуации, когда кого-то даже смертные приговорили, потому что очень крупные валютные операции. Об этом я описал книги, там есть много рассказов, как я бежал в Москве от КГБ, КГБшникова и в Таллине, как я занимался именно валютой. То есть, всё-таки… У вас всегда был такой вот азарт. Даже валютой было более интересно, чем кокеином заниматься. То есть, вы не можете представить человека, что вот вы скажете так, я ухожу на пенсию, буду сидеть дома, читать книги, да, смотреть потолок. Это не для вас, да? Да, это для меня. Вот это такая предельная пассионарность. Вот если я могу в двух словах описать психотип, вот то, что меня привлекло. Та пассионарность, которой мне крайне не хватает в современном обществе, да простят меня законопослушные граждане. Я сама крайне законопослушный человек, для меня это тоже как бы, да? Потому я бы даже видел, когда вы первый раз взяли эту книгу, вы так испугались. Нет, я… Что делать? Нет, ну это был шокер. Это же бомба, сказали вы, да? Это бомба, это провокация. Что подумает за меня? Какой кокаин, зачем это всё, да? Откуда такая испанская грусть? Откуда такая испанская грусть? Но как бы я поняла, что опять же это не ода коксу и не ода вот. И вот этой предельной пассионарности, предельной, знаете, вот мне не хватает вот в современном обществе. Оно крайне инфантильное. С развитием… Больше не о коксе, а о том, как человек стать сильнее, храбрее и лучше. Об этом. Вот есть такие люди, ну их тоже может быть немного, которые пытаются в какой-то степени, может быть, по наивности изменить мир, да? Вот у вас была возможность действительно посмотреть мир, да? И побывать в таких странах, которые… Притом не только побывать, даже пожить, может, никогда не нужно путать туризм с эмиграцией. Нет у вас такого, может быть, не знаю, депрессии? Вы не подали, когда вы увидели, что вы приезжаете в какую-то страну? Ну, чаще всего это Южная Америка. Она очень красивая, природа замечательная, может быть, там климат, да, пальмы, всё замечательно, люди вроде бы улыбаются. А вот эта вот нищета и безысходность, когда вы уже понимаете, пожив там, что вот рождается ребёнок в семье, таких миллионы, и у него нет никаких перспектив, никакого будущего. Вот не было такой депрессии. Насчёт депрессии, я смотрю, здесь многие люди сейчас попадают в депрессию. Да, говорят, всё, пандемия, ужас. Что-то было раньше, чем-то занимались, там актёры, там всё остальное, и у них нет больше работы, они в депрессии, они начинают пить. Я не знаю, что это такое депрессия. Ни в каком случае у меня никогда не было, я надеюсь, не будет никакой депрессии. То есть надо встать и идти, да? Надо встать и идти, но это, чтобы никогда не попасть в депрессию, ты должен пройти вот эту дорогу, себе колять, закалять, то есть закалять, а я закалял вот этими по воде, по огне, через огонь, через воду прошёл, да, и там закаляешься, да. А ведь ещё говорят, что и в самом Эквадоре там такой климат, это же гористые места, что там даже тяжело дышать европейцам, да? Да, там, например, Ла-Пасе, да, в Боливии 4 километра где аэропорт, да, 4 там с чем-то. То есть кислородное голодание, да? Да, там голова страшно болит, голова и плохо, настроения нет, ходить еле можешь, бегать вообще невозможно. То есть нашим людям там тяжело, да? Да, первые 3-4 дня, пока привыкнешь там. А потом всё-таки адаптирование. Отходит там 4 дня, да. Но там надо жевать коковие листья тогда. Я помню, говорят, да, там все это жуют. Нет, это законный вариант. Да, да, там легально всё, это коковие листья, там все кушают, потому что она даёт какой-то приход воздуха, приход кислорода больше. Может, там действительно реально кислородное голодание, да? Да, голодание, да. А не было желания там, не знаю, навсегда там переселиться, там завести семью? Нет, нет, нет. Я жил в Нью-Йорке в 93-м, 94-м году, там тоже была возможность остаться, получить грин-карты и так далее. Никакой радости у меня не было. Мне нужно действовать. Азарт, антролин-вин. Вот что-то такое. Поэтому вы предприниматель всё-таки. Вы бы не могли себя чиновником ощущать, да? Нет, в никаком случае. А вот поменять что-то, не знаю, улучшить, я сейчас наивный вопрос задам, ну, в родной Латвии, на родине не хотелось бы? Ну, я со своей книгой довольно много люди говорят тогда. Меняю мнение общества, особо молодое общество, да, меняние. То есть, стараюсь со своей книгой открыть, выйти из коробки морали нашей. Но это и опасно в какой-то степени. И думать шире, и немножко думать, и немножко тоже подумать, что хорошо и что плохо. Ну, как бы в этой книге есть очень хорошая фраза в предисловии. Да. Роланд пишет, я не призываю никого повторить мой путь, потому что на этом пути многие сломали себе шею. Но я предлагаю задуматься, в общем-то, о том-то и о том-то. Я думаю, что его пример для молодежи не там в его конкретном бизнесе или пути, а примере, что человек должен быть пассионарем, да. Вот встань и иди, встань и что-то и делай, да. В данном случае ирония судьбы в том, что это говорит человек, ну, вот как бы с той темной стороны немножко луны реальности, альтернативной реальности для всех нас, да. Но почему-то именно сейчас будут слушать таких людей, потому что общество присыщено, оно же обмануто несколько раз людьми, которые говорили очень праведные, очень ванильные, очень красивые вещи. И, вероятно, настал момент, когда слушать и верить могут как раз людям так. Ну, вот интересно. Есть предложение в партии сделать свою партию даже или помогать какой-то партии своими голосами. А, то есть даже так, да. Да, предлагает, да. Ну, вот интересно, что мне кажется, вот на мой взгляд, почему эта книга как версия стала популярной в Латвии на латышском, я думаю, что она найдет свой читатель на русском языке. Хотелось бы верить, да. Да. Мне кажется, потому, ну, одна из причин, что все-таки настолько Роланд выбивается вообще из общего понимания жителя Латвии, я сейчас даже не беру, дело не в языке, не в национальности, а вот жителя Латвии, который, ну, в принципе, среднестатистический житель Латвии, может быть, это и хорошо, конечно, он законопослушный, он достаточно пугливый, да, в какой-то степени, да, и вот мы же видим, что сейчас, конечно, ситуация очень непростая с этой пандемией, да, но ведь такое ощущение, особенно это было в первый год пандемии, когда ему сказали, что, ой, это эпидемия ужасная, там, маски нужно носить, то люди были готовы друг другу, ну, я так, может быть, утрирую, там, перегрызть глотку только потому, что их там заставляли какую-то маску одеть. Это было очень смешно, да. Сейчас это уже кажется как-то так удивительно, да, но вот действительно, глядя на то, что пережил Роланд, да, или как кто-то, говорят те, кто пережили Вторую мировую пожилую, ну, они уже, конечно, очень пожилые, они говорят, слушайте, по сравнению с тем, что у нас вообще происходило, как мы вообще выживали, какая пандемия, что вы вообще говорите, из-за чего вы паникуете, да? В этом вопрос, моя фраза об инфантильности общества, о совершенно детских реакциях на реальность, и называйте крестовый поход детей, вот эти все антивакцины, да, это очень смешно, ну, какие, ну... Антиваксеры, какие, да? Я прошу прощения. Я вижу очень большой провинционализм, и это мешает человеку. Это да, ну, да. То есть мы никак не можем вот дальше своего хутора взглянуть, да? В Питере там провинционизм гораздо меньше. Ну, потому что они большие, да? Да, да, да. А, а с другой стороны, кто-то может сказать, это и хорошо, вот мы как-то себя защищаем. Из-за хорошего. Нет? Я не вижу ничего хорошего. Вы знаете, я общалась и с латвийской миграцией несколько лет в Англии, потому что у меня была возможность, да, очень тесно в среде, так как около полумиллиона людей уехало из Латвии, это очень большая проблема, особенно в плане интеллектуального богатства нации, ну, понимаем, да, вот. И я думаю, что вот этот вот провинциализм, он переносится и туда, то есть, ну, это очень большая проблема. Я говорю, очень жесткие вещи, но... Да. Может быть, такой последний вопрос, который я хотел задать... Потому что вы в комментариях обычно видите, которые там как собаки лают друг на друга, вот эти... Да. Вот такой, может быть, последний вопрос, который я хотел задать Романду. Все-таки, как вам кажется вообще, вот интересно, что вот люди вашего поколения, я тоже чуть-чуть по возрасту застал, этот и советский период, вообще мир меняется, потому что нам все время политики говорят, и вот там на всяких международных совещаниях говорят, мир меняется, мир очень меняется. Ну, я не имею в виду, что сейчас у нас там смартфоны в этом смысле, а вообще, что мир меняется, люди меняются. Или вы сделали такой вывод, что столетиями люди не меняются? Все меняется, все жизнь, ничего не стоит на месте, вы же знаете, в космосе. Да, 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 все меняется, да. Так же самое между людьми тоже все меняется. Это человеческая натура, вероятно, именно в виду. Вот натура, вот поймать, со своей книг, вот именно книга моя для того, чтобы менять немножко свою натуру, свои понятия про жизнь, про то, что хорошо, что плохо, и вообще стать над плохим и над злым, вообще. То есть с понятием, да? Ну, а вы сами поменялись, как вам кажется? Я думаю, я стал, да, я, конечно, немножко поменялся. Мне эта точка зрения на все вещи, я смотрю с другими глазами, чем обычно какой-нибудь человек, да. Ну что ж, я думаю, что у жителей Латвии есть теперь возможность и на латышском, и на русском посмотреть вот вашими глазами в какой-то степени, потому что, когда мы читаем книгу, особенно документальную, мы волей-неволей пытаемся себя поставить на место этого человека, да, и понять вообще как, что. Это книга такая, вообще, как биография, как мой репортаж жизни, но… Ну, это определённый шок для людей. Ну, немножко там, там не только конкретная биография, да, только описано, как человек сделал, но ещё с философским таким… Уклоном, да. Уклоном, да, чтобы… Спасибо большое, Волон Привец, Милена Макарова, переводчик этой книги, большое спасибо. Спасибо. Мы знаем, вы слушаете.